Еще, когда есть такая тайна, которую не рассказал маме, не рассказал папе, не рассказал своим там близким, вот, опять же, неправильно поймут, это ж, она, видишь, там же карьеру сделала, да, вот скажут, ну, свои не скажут, карьеру сделала, свои скажут, надо было все бросить, почему не ушла, значит, это самое, да, вот, а все остальные мы, я, я, вы, да, и мы с вами, скажем, ну, ради карьеры, вот и терпела, значит, окаянный отросток, да. А, это самое, ну, а потом за жизнь, просто, может, в конце, под конец жизни, она решила все-таки рассказать то, что, что копила всю жизнь, взяла и рассказала, ничего особенного. Судят же, у нас же здесь этого, великого этого, подожди, режиссер, как его, который сделал этих, ведьмы, фильмы. Ладно, потом у Газморца спрошу этот, ой, господи, как же его, что его судили, но она, он, по-моему, в Америке живет, но он такой маленький, с носиком, его ж вообще отстранили тогда, из Голливуда, со всех мест. Есть знаменитый фильм про ведьм, про вампир, нет, не про ведьм, про вампиров, про вампиров, он у нас тоже с фильма дошел, я его видела где-то в 2000 году, тот фильм, просто замечательный, он там занял все конкурсы, забыла какие-то, ну, не важно. Тоже ж там где-то кого-то вспомнила, какая-то, под 50 лет, что она в 16 лет, он ее, значит, изнасил. Маханьки такой, с носиком, ну, как вы не знаете, маханьки с носиком, такой на пацана похож, такой немножко, ну, ему на тот момент, когда уже судился, было, наверное, лет там 55, такой небольшенький такой. Вот, тоже вспомнила, тоже ж его отстранили от святий, где такая шумиха-шумиха, там-то шумиха, там-то осуждение, где-то по правам человека, по правам того-сего, особенно здесь в Америке вообще, здесь же они как начали бороться, вот эти, в период хиппи с лифчиками. Слушайте, девочки, мы боролись в этих, в очередях дрались с кулаками, этими локтями расталкивали друг друга за лифчиками в моей молодости, да, а у них против лифчиков боролись. Ой, не могу, значит, это самое, у нас бы хоть какой ухватить, лишь бы был импортный и эластичный, эта ткань была, и хорошая, я помню, за Анжелику, я помню, платила, сейчас скажу, сколько, Господи, у меня было 20 лет, Анжелика Левчик принесли из-под полы, 25 рублей, значит, это самые зарплаты уборщицы 80, зарплата там какой-то библиотекаря 95-100, зарплата инженера 120-140, как повезет ему, тому-то инженеру, значит, 25 рублей Левчик, это четвертая часть зарплаты, ну, обыкновенной какой-то там бухгалтеристки где-то там, кассира где-то, знаете, сидящего там, Ой, вообще кошмар какой-то, да в том же магазине кассир, 100 долларов получил, ой, 100 рублей, да я в долларах все сказала, нет, 25 рублей, 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 я говорю про года 80, например, там, второй год, 80-й, 79-й, я уже не помню, когда, но, в общем, Вот, так что, а у них здесь боролись против Левчиков, выходили же на эти, на демонстрации и мотали, Левчики брали в руки, значит, штук пять, и вот за лямки, за лямки девочки, советую, в Москве, значит, выйти сейчас, и начали размахивать их, это, крутить Левчиками, чтоб их не носить, они боролись за то, что за свои права женские, что, Что не надо нам, зачем нам красоваться перед кем-то, если они ничего не делают, они ходят в обыкновенных брюках, мужчина имела в виду, имелось в виду против окаянных отростков-то, да, все это, все это против окаянных отростков, Ну, так, значит, они, значит, они ходят удобно одеты, а мы нет, и вот они, значит, начали ходить без Левчиков и туда-сюда, и сейчас можно видеть, можно, можно кого-то, ну, нет, но все-таки люди придерживаются, это, конечно, выборочно были эти женщины, не все, безусловно, и я, например, ну, не знаю, меня на протяжении жизни это никак не тяготит, особенно меня тяготит другое совсем, ну, то есть, меня тяготит, Тяготит больше вот такое отношение, если к 15-летним девчонкам лезет 45-летний мужик, вот это гораздо, значит, это самое серьезнее, чем отношение Левчиков, не носи сама, что ты с ними борешься, с ними и не ходи, кто тебе тут, особенно в Америке, вообще-то никому тут не нужно, как одет, они вообще специально, они все по-дурному и одеваются, потому что здесь осуждения нет, здесь нет в обществе осуждения, тебе не скажут, О, Господи, что тут вы посмотрите, там не прошепчет кто-то сзади, что, ой, ты посмотри, у нее штаны с дырками, ты глянь на нее, значит, у нее там 66 размер, а она 40-й натянула. Я ищу, что там у этой Прокловы играет месть, страшная месть, вот просто страшная месть, чтобы отомстить, она бы сейчас была бы ее воля, она бы ее эту семью загнобила бы, вот этого мужика или кого-то там, вот я вам точно говорю, в человеке это всегда сидит. Вообще же говорят, у каждого сидит внутри убийца, вообще, если дай нам волю, мы покрошим тех, кто наше обижало, может и не обижало, просто на рожей не вышел, или лифчик не носит. Надо его, надо его, это самое, убить, вот, или показал окоянный отросток как-нибудь, а я помню, еще с этими отростками, значит, в парках в этом, сейчас не знаю, ну вот напишите, в парках сейчас стоят анонисты, нет, это же был маразм в больших городах, это же был кошмар какой-то в парке, особенно там, где вот, ну, какие-то карусели-качели, какие-то музыки, какие-то шашлычные, то есть там, где такая тусовочная такая сторона. Да, и зимой, я помню зимой, что на фоне спортом занимается, значит, идем, с кинотеатра, по-моему, с девчонками бежали, бежим, парк такой, то есть там, где люди ходят, где кинотеатры, вот такой парк, не просто лес, да, я говорю, бежим. И она, боже мой, ты посмотри, говорит, на темном фоне у него белое, ну, то есть, окоянный отросток, значит, белый, ну, по идее, темнота, зима, кромешная тьма, парк, ну, там, кое-где фонари, да, снег. Он бежит, спортом занимается, он бежал на нас, прямо вот, 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 бежит человек, да, вот, порядочный семьянин, бежит, не семьянин, неважно, бежит, спортом занимается, останавливается, отпрыгивает в сторону, в сугроб, сам он в черном одет, да, на фоне белого снега. И, значит, показывает, окоянный отросток, значит, ну, вот, мне все время вот это бесило, я бы, конечно, если бы у меня была такая мужская сила, я бы его завалила, поймала бы, связала бы и сказала, вот, что ты, вот, мы что, не видели, ну, то есть, ладно, там, мы были молодые девчонки, ну, вообще, вот, сказать, вот, что в нем особенного в твоем отростке, что его надо показать, ну, вот, вот, что, вот, что он считает, почему он так им гордится, вот, понимаете, да. А у мужиков есть такое, ой, наверное, это видео, если не понравится мальчикам, они меня там заклюют, наверное, ну, да, все время у них какая-то гордость вот эта, вот, они даже не понимают, что градится над мозгами, какими-то там успехами, порядочностью или, ну, не знаю, да не надо вообще ничем гордиться, вот, живи в своей счастливой жизни, и все, построю ее, и не получилось, ой, смотрите, гнездо там наверху, да, настал где гнездо птицы было. Вот, построите свою жизнь, живите счастливой, что вы, и все время, как-то они хвастаются этим, как-то они все время об этом разговаривают, кошмар, кошмар, ну, правда, женщины тоже начинают там про свою красоту, где что больше, меньше размер, наверное, это у обоих полов. Вот, да, к проместе, да, она хотела отомстить, вот, пусть посмертно, но она там отомстить ему. Вот, сейчас пойдут все рассказывать, но, говорят же, это Анна Лорак рассказала про брата Меладзе, да, а сам Меладзе выступил, сам Меладзе, не брат, а Меладзе выступил, что у моего брата такого не было. А вот, я думаю, что было, что не даром это Лорак, не даром это Лорак могла говорить, потому что люди известные все, мне кажется, было. Ну, у Лорак это совсем по-другому, у Лорак там эта группа, которая в трусах выступает, вся дергается, и взяли их на работу дергаться в трусах, якобы петь, ну, там немножко все по-другому. А что касается школьниц и девчонок, конечно, это круто, это ужасно. Вот. Имеет ли она право говорить, вы спрашиваете, а телевидение пропустило этот, значит, 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 имеет, значит, все пришло к тому, что все болтают. Да, у нас же, я же говорю, в Америке давно идет еще один продюсер этого, подождите, хичкоковских фильмов, или сам, нет, не сам, хичкок. Ну, в общем, очень большие люди с большими миллионами сейчас. Ну, вот говорят, что отсудить не отсудить. Тоже, тоже там пошло, что он вообще не рукопожатный какой-то, не рукопожатный. Я, когда я приехала, здесь был этот черный боксер, как его знаменитый, тоже мальчики знают, американский. И он изнасиловал черную... А модель же эту, да? Это была Найоби Кэмпбелл, или это не была Найоби Кэмпбелл? Найоби Кэмпбелл была, или не Найоби Кэмпбелл? Найоби Кэмпбелл. А может, это не она была? Ну, не знаю, короче говоря, модели, когда она была еще, по-моему, не очень модель, или немножко модель. А он был уже ваксер. Что-то там, ну, может, вспомните, 15 лет назад был такой случай. Ой, здесь годами его отстранили от всех этих... Потом, это же было уже позже, это там было лет через 7 после этого случая. И потом она была, ей там 30, ей ему 30 в то время, или там ей 25, и ему 25. То есть совершенно взрослые люди. И тоже это, ой, его отстранили во всех делах, тоже здесь в новостях во всех показывали. И так показывали, и все такое. Вот. А имела право это, как ее у Клинтона, это, с большим ртом. Рот у нее большой, я извиняюсь. Не, не подумайте ничего, что я подумала. А я подумала то, что я подумала. Это, Моника Левинский с Клинтоном, с президентом. Имела право, рассказала, и все. Сейчас же она, знаете, что она сейчас делает? Она сейчас, я не знаю, сейчас, но года три назад я видела, она же ездит по стране. Ну, наверное, по миру, не знаю. Рассказывает лекции про это, про все. Лекции читает, деньги зарабатывает. Ездит по публичным каким-то там организациям. Я даже слышала ее лекцию, такая построенная. Все, ну, там же есть люди, продюсеры, которые это все подготовили, и речь подготовили. Все так интересно. И вот она так говорит, с такими шуточками говорит, и то, и все. И начала говорить, что меня осуждали, что я, значит, вот так вот это, да? Ну, то есть поступила с окаянным отростком. Значит, не натуральным способом, а вот таким способом. И говорит в экран, как будто этого никто не делает, так и сказала. Но на английском идет речь, может, где-то найдете, кто понимает. Я чуть не упала, я на нее смотрю и хотела сказать, ну, Моника, это ж ты думаешь, наверное, что все только так и делают. Ой, кошмар какой-то. Да, девочки, бабушки, я к бабушкам обращаюсь. Мир перевернулся, не так ли? Показали моей там маме, когда вот я была еще маленькая, это было в те времена, или бабушке вот это все. И сказали бы, да? Черт, я не знаю, что лучше. Мне кажется, лучше все-таки правда. Вот то, что она рассказала, пусть рассказала. Вот и хорошо, что рассказала. Может быть, кого-то это остановит, каких-нибудь сейчас придурков, там, кому 45 лет, а он такой. Ему же когда 40, они начинают это самое, вторая молодость, дэмбэмс. Вот. И главное, что не свой возраст почему-то нравится. Почему нравится не свой возраст, я не могу понять. О чем с ней можно говорить, вот с 15-летней девкой. Кошмар. Говорят же, что жизнь пойдет твоя так, даже психологически. В таком отношении, какого ты мужчину первого в себе найдешь. Ну вот, кто будет, значит, первый. Не первый, не обязательно в постели первый. Ну вот, ну первый твой. Или это жених будет, да, не состоится мужем. Пусть и не состоится другой муж будет. Либо это будет дружок, либо это просто, может быть, какой-то очень близкий сосед, с кем очень много времени проводишь. Ну такое. Вот кто будет из них, значит, изначально там, вот в эти свои годы становлением, ну когда тебе там 17, 18, 20 лет, 22, может быть, туда. Вот так твоя жизнь и пойдет. Ну вот это правда. Это правда. Ну никогда она не идет хорошо, когда попадается туда старый отросток. Никогда она не... Ну сколько вот было этих случаев, да, ну никто. Ну это вот только когда женили раньше, да, там, когда сваха работала над этим, это 200 лет назад. Вот, и когда женили эту, на выданье девушку за приличного, значит, господина, там, старше ее, там, ну это другое дело, это уже все, семья, там уже не разводились, и, боже упаси, подумать, много детей и прочее. Или немного детей, в зависимости от семьи. Ну вот, а еще интересно, мусульманские ж вот семьи, у них же вообще горачая кровь, да? Кровь, горачий кровь, мусульманские семьи, они в этом отношении, в этой религии, может быть, ну не знаю, ну с одной стороны, конечно, конечно, я бы не хотела замуж быть в 14 лет, и в 16 не хотела бы, и в 18 не хотела бы. Я сейчас бы вообще не выходила замуж. Честное слово. Ну, нафиг надо. То есть, Женя Трана, чтобы, мне кажется, вот эта вот мусульманская религия, чтобы не, вот испокон веков так повелось, чтобы не гуляли, мне кажется, из-за этого. Потому что будут грешить, будут гулять, и особенно, значит, мужской пол, они же созревают раньше в этом отношении, то есть, это самое, то есть, пацаны, так давай их уже, и все, там, там, 16 лет раз разженили, 17 лет женили, ну, смотря какие страны, я не говорю за все мусульманские страны, вот, арабы, тоже пораньше, бэм-бэм-бэм, все, на тебе, играйся, он с тобой, а ты с ним, все, поженили, и притом равного возраста. Бывает, конечно, там уклонение по возрасту, но редко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова